народ всем привет я хочу сегодня поснимать домик который мы одним из последних купили и сейчас он уже продан и я просто сделаю обзор пока еще он не заселён пока люди не приехали покупатели так и сейчас поснимаю living room значит я стою сейчас у нас кстати такой довольно злой ливень пошел так что освещение будет мало внутри я стою сейчас в левитруме и отсюда я могу попасть в коридор и могу попасть в кухню кухня вот эта часть это дайнинере направо это дверь горжа налево это в центре это дверь на бэкер там зеленая уже и это кухня кухня уже на фотографиях показывал холодильник обычные американские стандартные шкафчики обычный кухонный квазет с полочками сюда иногда вешают светильник иногда нет вот вытяжка прекрасно работает новая вытяжка плита с двумя мойками раковина и дешевошек над над мойкой есть лампа и окно на бэкер лампа есть также над вытяжкой лампа есть в центре кухни и еще у нас где есть лампа это над дайнина сейчас наверное довольно тускло это выглядит но вообще нормально это это наш набор ствол стулья или декорации они не идут в комплекте с домом светильники и аудиосистема аудиосистема рабочая здесь на стене висел большой телевизор у предыдущего владельца и вот это в стене это выход для антенны сюда протягиваются провода и на стену можно вешать большую плазму и делать здесь кинозал маленький кинозал это это вот эти декорации на стенах моя жена повесила просто чтобы стены не были такими пустыми декорация здесь потом декорации справа и слева от окна на бэкер вот это кофейная штука какая-то чайная и вот эти вот разноцветные штуки на столе это тоже декорация входная дверь это первый класс это еще один классик это утилити ром и комната где даже не комната технические всякие что вот теперь мы идем по коридору налево у нас детская комната ну как детская первый баннер такая вот наверху вентиляторный светильник вентиляторный клазет обычный стандартный клазет в котором можно хранить одежду полочки там поставить какие-нибудь так теперь мы выходим тут у нас ванная 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 все новое новый вaiser новый светильник новые полочки вешебки всякие там для полотенец вот такая вот новенькая здесь все блестит все красиво и из ванной можно выйти на коридор и можно выйти в мастер-бэндром можно в мастер-бэндром закрыть и ходить только через двери в коридоре или наоборот можно закрыть коридор и ходить только через двери в мастер-бэндром или туда и туда как хотите так вторая у нас спальня здесь она немножко больше размера окна выходят на фронт такой же вентиляторный светильник здесь довольно большой клазет не нужно никаких делать шкафов все в клазете хранится одежки полки там все такое соответственно спальня умностью в распоряжении ребенка допустим так и мастер-бэндром самая большая спальня здесь вот мастер-бэндром гораздо больше мест примерно в два раза больше чем все остальные спальни окно выходят на бэкверд и это южная сторона то есть тут солнечно всегда и тут квазит квазит на ролетах таких не на ролетах на роликах квазите установлены такие вот почки для того чтобы не пользоваться как шкафом все уже смонтировано заходи же из квазита можно выйти в коридор и можно попасть в ванну вот такая вот проход на ванну и я выхожу снова в коридор коридоре установлен такой очень яркий светильник светодионный поэтому коридор очень хорошо освещен и и мы двигаемся в ливенрум ливенрум огромный четвертая часть дома по площади в ливенруме большое окно на фронт и входные двери входные двери выходим и оказываемся на дорожке бетонной там драйвей можно поставить машину в гараж зайти через гаражную дверь в дом или можно заходить по этой дорожке как пешеход так последний это гараж значит гараж такой обычный американский гараж в него можно попасть из кухни в него можно попасть через гаражные ворота в нем есть окно и на это окно легко устанавливается оконный кондиционер для того чтобы в гараже можно было допустим работать что-то делать и было прохладно так у нас только что прошел дождь и довольно мокро еще бэкерд мокрый трава мокрая значит этот дом который я купил 11 дней назад я сейчас обойду его сзади поснимаю вам бэкерд бэкерд это такой довольно стандартного размера для сша участок там сосед сидит у него бассейн это наш красная дверь это выход из гаража белая дверь это выход из кухни и так там собачка подбежала это соседский дом и такой детский домик дерево такое по-моему это как раз граница участка где дерево вот и это уже стена этого дома который мы подготовили значит тут сделан landscaping мульчем вокруг дома все красиво поправлено так вот выглядит улица и вот такой вот фронт мы белыми камешками сделали место где должен быть газон и красным мульчем сделали под стенами значит у этого дома три спальни и одна ванная 1056 квеофитов один гараж на одну машину гараж он довольно такой средний 70 или 83 года постройки и мы что сделали мы его полностью перекрасили заменили опаянцы плита холодильник дешвошер вот эти вот вещи так ребята этот этот дом был куплен по такой же схеме по которой мы приобретаем все наши дома с очень небольшим количеством кэша и с использованием того маркаджа который уже находился на проперти я думал каким бы образом показать ну скажем так в открытом доступе на ютюбе каким образом показать документы на этот дом но не так чтобы показывать имена предыдущих владельцев показывать там другие детали и я просто здесь в settlement statement который мне напечатал от этого компания я просто решил убрать детали которые касаются цифр сделки и я хочу ваше внимание обратить только на одну вещь видите кэш от байера 1447 долларов то есть это именно тот чек с которым я пришел на сделку на 1447 долларов 35 центов и еще на что вам нужно обратить внимание но это здесь расписывается на что пошли эти 1447 долларов дом куплен на мою компанию на азимон группа волосе я убрал имена предыдущих владельцев и верху вы можете видеть что в сделке не участвовал лендер то есть сделка была оплачена кэшем потому что обычно вот это поле f здесь указывается лендер или банк который финансирует ну дает ипотеку покупателю под этот дом этот дом не был куплен с помощью ипотеки он был куплен с помощью маленькой суммы кэша и суммы которая была заплачена для того чтобы спасти этот дом от форкложа процесса продан дом продан дом за 120 тысяч и это действительно его цена это как раз только сколько он стоит на маркете сейчас если вы посмотрите как бы сделайте comparative market анализ его цена как раз 120 121 тысячи и для чего я вот это видео показываю на занятиях которые проходят у меня в группе суббота-воскресенье я показываю детально все цифры которые касаются того каким образом структурировать такие сделки я показываю полностью все документы начиная от первого там туршеса гримента заполненного с продавцом все копии чеков все копии видов все копии других бумаг которые нужны для того чтобы эта сделка стала реальной и та группа которая будет ближайшее время заниматься это 12 октября стартует группа номер 17 они будут эту сделку и другие сделки которые буду показывать они будут видеть и учиться на примере конкретных сделок которые уже были куплены и проданы и на них были заработаны деньги присоединяйтесь буду рад если вы не будете делать то же самое о своих городах всем пока